Депутаты Ивановской городской думы провели очередное пленарное заседание. Первым делом народные избранники обсудили изменения в бюджете областного центра. В этом году доходная часть городской казны пополнится почти на 161 миллион рублей. Куда направить средства уже решено. 10 миллионов пошло на софинансирование и покупку трех троллейбусов новых для города Иваново. И 75 миллионов прошло, это трансфер денежный с федерального бюджета пришло на строительство дворца спорта. Будет там сделаны работы, фундамент будет сделан до конца этого года. И 78 миллионов было дораспределено по управлению благоустройством. Часть бюджетных денег будет перераспределена. Так, например, 15 миллионов рублей, предусмотренных на ремонтные работы по улице Генерала Хлебникова, в этом году освоены не будут. По словам главы городской администрации Александра Кузьмичева, целесообразнее в следующем году выполнить сразу весь объем работ на этой улице. Когда прошла государственная экспертиза проекта с меддокументацией, общий объем работ с перекладкой коллектора, который первоначально не планировался, честно говоря, перекладываться, когда провели обследование, там сильно потребовалась замена всего коллектора на протяжении всей дороги. 130 миллионов рублей, цена этой автодороги. Мы договорились с Майдерской области, считали нас поддерживать. И в рейс-финансировании 50 на 50 эта дорога в один сезон должна быть сделана. Зашла речь на заседание о ликвидации городского управления здравоохранения. В связи с переходом всех муниципальных медучреждений в собственность области, эта структура будет не нужна. Но число подразделений в мэрии меньше не станет. К концу года будет создано управление административного контроля, которое возьмет на себя функции, связанные с выявлением нарушений в сфере благоустройства и санитарного состояния города. В настоящее время данные полномочия реализуются в рамках нескольких структурных подразделений администрации города Иваново. Мы полагаем, что эта модель малоэффективна. И на будущее мы предполагаем создать данное подразделение, которое будет специализироваться именно в этой сфере, наиболее близкой сфере к населению города Иваново. Дополнительного финансирования на создание нового подразделения не будет. Мы будем действовать в рамках материально-технического обеспечения администрации города Иваново. Новых штатных единиц вводиться не будет. Будут переводиться действующие штатные единицы в других подразделениях. Также депутаты приняли решение о реорганизации муниципального кинотеатра «Современник» в форме присоединения его к кинотеатру «ЛОЦ». На такой шаг власти пошли с целью оптимизации финансово-хозяйственной деятельности обоих мупов. Кинопоказ в ЛОЦе сейчас осуществляет арендатор. Объединение предприятий существенно не повлияет на экономическое положение города. Что же касается «Современника», то уже нашелся инвестор, который сделает здание и ремонт. И в кинотеатре снова начнут показывать фильмы. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.